Заслуженная победа, хотя первый тайм так немножко не проборонялся в низком блоке, не раскрывался, потому что, наверное, команда понимала, что сработать агрессивно и раскрыть свои позиционные пространства вблизи ворот, наверное, не входило в планы соперника. Поэтому и в предыдущем матче с Гумелями сегодня мы понимали, что будет примерно похожая манера игры, соперник будет обороняться организованно за линией мяча и стараться каким-то образом контратаковать. Поэтому в этом отношении очень важно было нам сработать, атакуя и используя свои командные принципы в атаке, при этом все время помнить об обороне, то есть для того, чтобы фланговые игроки и Дональд Донго не выбегал, и Бритто играл сегодня. Поэтому в этом отношении неплохо справились, но немножко, конечно, остроты в первом тайме нам не хватало, хотя были голевые ситуации, но, слава богу, как часто бывает, значит, всегда есть еще стандартные положения, и то давление, то количество угловых, штрафных вблизи ворот соперника, команда, которая доминирует, создают. Естественно, стандартные положения количественно могут переходить и в качество. Очень важно было где-то подать удачно, что и сделал Даниил Куликов, ну и Лопес красиво забил Даниил. Конечно, это было хорошим эмоциональным подъемом, как говорится, гол в раздевалку, и, естественно, одно дело уйти на перерыв при счете 0-0, да, и другое дело, когда мы забили уже на второй компенсированной минуте, поэтому это совсем другое настроение. Ну, в перерыве, как всегда, по традиции, я не даю возможности ребятам, скажем, довольствоваться результатом первого тайма, очень важно сохранять концентрацию, потому что 1-0 это всегда шаткое преимущество, и любая команда, которая даже отдает территорию и обороняется эшелонированно, все равно имеет возможность где-то выбежать в контратаку или заработать какое-то стандартное положение. Поэтому очень важно было развить преимущество, что мы, в принципе, сделали. Единственное, что, конечно, мы сделали это уже во втором тайме, можно сказать, во второй половине второго тайма. Хотелось бы, чтобы чуть-чуть пораньше мы уже обозначили свое преимущество по счету и более уверенно, как говорится, доводили дело до логического завершения. Но так нет претензий к команде, все ребята, и кто в старте вышел, и кто на замену вышел, в целом, как бы, качественно сработали. Поэтому заслуженная победа, благодарен и болельщикам, которые сегодня в понедельник позднее время пришли на стадион, вот, поэтому в любом случае мы играем для них, и огромная благодарность за поддержку, которая была сегодня. В целом, доволен, доволен, да. Здесь сейчас, знаете, как обращать внимание, скажем, на физическое состояние, конечно, нам надо. Нам самое главное понимать, что у нас еще три матча предстоит в таком же графике, да, и сейчас вот какие-то изменения, которые мы сделали, я имею в виду кадровые, да, по сравнению с матчем с Гомелем. Естественно, очень важно сейчас сохранять и свежесть игры, да, и тех ребят, которые играли как с Гомелем, так и сегодня с Днепром по 90 минут. Ну, пример, например, к примеру, Никита Демченко, да, он играл у нас и с Гомелем весь матч, и сегодня сыграл весь матч, да. Естественно, парень молодой, в принципе, готов хорошо, рвется всегда в бой, но надо восстанавливать сейчас, потому что через три дня уже игра в Витебске, плюс выезд, и здесь важно очень тоже эмоциональную составляющую восстанавливать и сохранять. Поэтому будем думать, в целом, еще раз говорю, к ребятам нет претензий, будем думать, это уже умение тренерского штаба распределить силы, обойма у нас хорошая, и ждем возвращения в строй еще для расширения наших возможностей. И Владислава Калинина завтрашнего дня, он в общей группе начинает работать, и Ивана Бахара, и Дениса Полякова, поэтому в этом отношении, я думаю, что эти ребята нам еще добавят уверенности именно в кадровом потенциале для дальнейших наших успехов. То есть, что нотация ожидала сегодня, перед сегодняшним уровнем, если всех не было в заяхте, даже Паша, все четыре года, в зиму перепадную ситуацию? Я сейчас в студии на грани фола выходил в прямой эфир, там тоже задали этот вопрос, но здесь все банально, Паша, мы планировали стартовый состав, но за два дня до игры 38,8 температура поднялась, поэтому, к сожалению, думали с медицинским штабом, что это простуда может быть, но, к сожалению, это похоже на вирус, поэтому я думаю, что еще к следующему матчу Паша однозначно не будет в обойме, даже в тренировочном процессе. Сегодня дебюсеров Даниила Политов, в принципе, уже многие стандарты исполнял, в принципе, многие стандарты исполнял, в принципе, многие стандарты исполняли, насколько он уже акцировал со своими успехами? С точки зрения команды и тренировочного процесса вообще никаких проблем, хорошо команда приняла Даниила, он в целом тоже своим умением обращаться с мячом, понимать игру, показывает то, что он уже за этот промежуток времени, что в команде, уже довольно неплохо понимает требования тренерского штаба, игру команды, ну и, естественно, исполняет уже тренировочный процесс. Сегодня доверили место в стартовом составе, в целом отработал он неплохо, голевую передачу сделал со стандартного положения, с углового, поэтому он игровой парень, мы знаем его возможности, конечно, может быть, чуть-чуть еще готовность его функциональная, с учетом, что он в летний период был без команды, конечно, еще не на 100%, но за счет игрового режима, вот этого, в который мы будем играть, будем ему тоже давать возможность набирать оптимальные кондиции. Я уверен, что он нам поможет в дальнейших всех наших соревнованиях, в которых мы будем участвовать. Спасибо.